Речные круизы по Европе И как получается так, что испанскими круизными компаниями руководят россияне Антон, первый мой вопрос Расскажи в двух словах, что же такая за компания Курсимунда? Чем вы занимаетесь? Наверное, нужно начать немного с истории компании Изначально мы создали эту компанию для того, чтобы принимать иностранных клиентов у нас в России на речных круизах Но изначально специализацией была компания только речные круизы То есть мы не планируем заниматься каким-либо другим видом отдыха И очень быстро поняли, что клиентам удобнее работать с такими операторами Которые предлагают целую линейку продуктов, в нашем случае круизов И так родилась идея развивать бизнес и заниматься не только российскими круизами Но также и фрахтовать теплоходы в Европе По линейке ты имеешь эту географию круизов? Да, безусловно, географию круизов Потому что в России, на самом деле, предложить иностранным клиентам не так много маршрутов можно Да, фактически все едут смотреть Москву и Санкт-Петербург Что-то новое придумать для иностранцев практически невозможно Ну а меня вот всегда интересовал вопрос Всегда всех спрашиваю о том, как лично пришла идея прийти вообще в круизный бизнес Как ты познакомился с круизой? Может быть это и с детства пошло, еще откуда-то? И почему ты именно решил вот этим заняться? На самом деле, произошло скорее случайно все Когда учился в институте и занимался иностранными языками Поступило предложение поработать сопровождающим с французскими клиентами на борту теплоходов Ну, как бы это было и практика прежде всего, и какие-то небольшие деньги Вот первый раз попал на круиз и затянул Как многие, да, один раз попадаешь и уже потом невозможно Вызывает привыкание, да, это правда Это были круизы с французскими? Да, это были французские клиенты в России Это уже круизы Москва-Санкт-Петербург Антон, скажи, пожалуйста, почему именно испанская компания? Как получилось так, что вы именно в Испании зарегистрировали эту компанию? Ну, на самом деле, изначально идея была создать оператора, который занимался бы выездом И консолидировал продажи небольших операторов и агентств из Западной Европы Которые отправляют туристов в Россию То есть это должна была быть европейская компания, которая занимается выездом Дальше эмоций не было Был просто расчет, да, посмотрели... Чистый бизнес Да, где удобнее ввести бизнес, где удобнее открывать компанию, проще это делать Вот и выбор пал на Испанию, точнее на Каталунию, потому что законодательства все-таки маленько разные В основной части Испании в Каталунии Вот поэтому Каталунии и Барселона Я-то думал, что это Испания, это прям вот такая прекрасная страна, именно поэтому там Ну, от другого не исключается, я думаю А сейчас как-то вот ты уже проникся, Испания стала чем-то больше, чем точка, где у тебя компания работает Да, Испания стала уже очень родной с одной стороны С другой стороны, непосредственно Барселона, да, где находится компания Хоть и родной город, бывает там довольно редко А где вообще ты больше территориально находишься? Перемещаюсь по миру, да, практически каждые две недели происходит какая-то крупная международная выставка Это может быть там и Азия, Китай, развивающийся рынок, да, Турция, Испания, Франция, Великобритания, то есть Скажи, пожалуйста, а вот когда вы создавали компанию, какие-то неожиданные моменты, которые были связаны с созданием именно европейской компании, они были? Что-то может быть, какие-то истории интересные? Неожиданным было, наверное, самое неожиданное было простота, с которой можно в Европе создать компанию, да, и Да, сейчас мы сагитируем все Я тоже, сейчас и зрители создадут в Европе компанию У нас программа не об этом, дорогие друзья Мы обязательно еще поговорим о маршрутах, которые предлагаются по Европе, их довольно-таки много, но вопрос, который интересует многих даже начинающих речных туристов, это отличие российских речных судов от европейских Но если в двух словах, вот что основное? Я могу сказать, что у нас многие туристы наши уже совершили путешествия по европейским рекам, потому что мы вот совместно, для многих не секрет, организовали круиз на теплоходе Алимания, новогодний Отлично свежий, я тебя напомню, это было очень хорошо, да, да, планируется еще и летняя программа, и люди оценили, то есть, что это за теплоход, действительно, многие хотят вернуться Вот, но в целом, чем отличаются российские и европейские круизные суда? Ну, суда, прежде всего, отличаются тем, что в Европе это чисто речное судно, которое не выходит на открытую воду, да, то есть судно чуть поменьше Наверное, более комфортное для проживания, больше похожее на гостиницу Российские суда все-таки предусматривают большее количество общественных помещений, прогулочных палуб Ну, связано это, прежде всего, с тем, что сами круизы отличаются, да, если в России перегоны между стоянками занимают длительное время, да, и клиент, скажем так, большую часть дня он находится на теплоходе Ему нужно чем-то заниматься, да, а не просто сидеть в каюте То в Европе круизы совершенно по-другому, там, фактически, вы проживаете в отеле, который вместе с вами передвигается по разным странам Ну, то есть, тур совсем экскурсионный Да, с утра теплоход приходит в какой-то город, весь день там стоит, и клиенты на теплоходе находятся практически поздно вечером Приходят на ночевать Да, да, по большому счету, да А получается, момент какой, вот насчет этих палуб, которые ты упомянул, то есть, я знаю, что туристы, что в первую очередь оценивают на этих судах, на европейских, что очень большое общественное помещение То есть, там он же и бар, и место встреч, и просто посидеть Но, с другой стороны, нету любимых россиянами боковых прогулочных террас Да И вот, я бы вот так, наверное, задал вопрос, как ты объяснишь тот эффект, что люди, которые не бывали на европейских судах, они это не приемлют Они говорят, мы туда не хотим, потому что нет этих террас Но когда они приезжают, они говорят, да все не так страшно, нам есть куда Можно и бестераться Да, конечно Вот как вот это объясняется? Ну, во-первых, потому что, как я сказал, они гораздо меньше времени проводят на самом теплоходе Гуляют никогда там, да Да, а те моменты, когда теплоход движение Ну, есть огромная Есть огромная, да, солнечная палуба, которая занимает площадь всего теплохода с шезлонгами На многих теплоходах есть и бассейн Ну, там на Алимане был бассейн, я не знаю, кто рискнул Да, зимой, в принципе, мне кажется, еще бы день-другой, мы бы дозрили до бассейна Я думаю, да Ну, а вопрос возник Также мы упомянули, что это экскурсионные туры во многом Хотя, я могу сказать, реки красивые Какие самые главные маршруты, когда мы говорим о круизах по Европе, вот что приходит в голову? Я, конечно, могу сказать, что мне приходят две реки, Рейн и Дунай Но их гораздо больше ведь Их больше, но, скажем, основные реки, на которых путешествует, я думаю, около 80, если не 90% туристов Это именно Рейн и Дунай Ну, во-первых, это связано с самими реками Они крупнее других, да, и позволяют теплоходам большей вместимости, да, и, соответственно, более комфортным ходить по ним Есть круизы также, которые заходят и в другие реки, да, это Мозырь, это и... По Франции замечательные круизы совершенно, то есть, по Сене И я могу сказать, что... Ну, я просто как любитель круизов, да, да, по Эльбе это чудо просто, что за круизы То есть, конечно, ну, там небольшие совсем Да, там, наверное, планы Да, в планах это все есть Мы уже настраиваем наших туристов на то, что давайте вот сейчас у нас Рейн, потом будет Дунай Потом Эльба Рейны уже показали Да, Эльбе показали Дунай, в принципе, в этом году мы уже с нашими иностранными, да, и в основном испанскими клиентами делаем довольно много круизов по Дунаю В следующем году вот запускаем данную программу и в России В России, она уже будет, да, это доступно Соответственно, компанией Фофлот И, да, дальше в развитии, я думаю, все-таки пойдет маленько по другому плану, да, это будут не Франция Количество судов на которые, на самом деле, уже превышает, наверное, спрос Вот, это, возможно, будут круизы по Хорватии Это морской круиз, но он проходит по островам, совсем небольшим, и по сути своей он очень близок к речным круизам И это, наверное, все-таки Азия Рынок совершенно новый для России, но очень популярный во многих европейских странах Это Меконг, это Иравадия Вот сейчас пробуем, смотрим, как получится или нет круиза по Гангу Антон, скажи, пожалуйста, ты большой специалист по европейским рекам Твой личный совет, куда надо плыть в первый раз, а может быть, во второй? Наверное, самые интересные, да, и самые простые для начинающих путешественников круизы Это, прежде всего, Рейн и Дунай То есть не зря мы именно их предлагаем? Да, безусловно А что-то можно увидеть на маршруте? Эти круизы, да, чем они интересны? Они позволяют буквально за короткий период времени, за одну неделю посетить сразу несколько стран И посмотреть на совершенно разную Европу Ну, начнем, наверное, с Рейны Это, безусловно, такой, наверное, хит-продаж на данный момент в Европе Круизы из Амстердама в Базель Здесь вы можете посмотреть сразу четыре страны за одну неделю Это Голландия, Амстердам, да, безусловно, интересный город Это и Германия, это и долина Рейна с знаменитыми замками Это Франция, Страсбург С замечательным, сохранившимся историческим центром города Деревянными домами Такой, немного средневековый в центре И это Швейцария Антон, получается, что за неделю можно посмотреть четыре страны, я правильно понимаю? Да, четыре страны за неделю Вот основные, да, города я назвал Дальше внутри небольшие деревни, которые проходят теплоход Они могут меняться в зависимости от маршрута Каждого конкретного Но это обязательно стоянка каждый день Иногда даже два города посещаем за один день Две деревни, да, то есть это город в Европе Все-таки это деревни, да, да, наверное, скажем так, да Наверное, скажем так Вот Антон, я бы добавил, что, на мой взгляд, Рейн, ведь это же Мы говорим об экскурсионной программе Но Рейн хорош Некоторые места есть, которые наблюдать с палубой, приятно просто Там же замечательная природа Той самой верхней, да? Да, 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 да Обязательно в каждом круизе особое внимание мы этому уделяем Есть так называемая долина Рейна Долина замков Где буквально на каждом километре Один или два замка на высоких берегах реки И этот участок мы обязательно проходим днем Ну, чтобы туристам могли посмотреть, сделать фотографии А как люди не теряются на борту? Потому что там огромное разнообразие замки, городки, какие-то теплоход проходят Вот где находится теплоход? Как люди это понимают? Как они рассказывают об этом? Как они понимают, что это за замок, в конце концов? Безусловно И замок где они, да? В какой стране все-таки четыре страны? На наших теплоходах обязательно существует такое понятие, как путевая информация То есть туристов обычно заранее собирают и рассказывают о тех достопримечательностях, которые они увидят на следующий день Либо сегодня после обеда, если их собирают утром Кроме того, в бортовых программах, которые они также получают каждый день Подробно описано то, что мы будем проходить Во сколько примерно, потому что, ну, из-за навигационных слов сложно сказать точное время Это все-таки не поезд Конечно Вот, ну, примерно ориентируя И обычно, скажем так, самые основные достопримечательности также дублируются по радио Когда проходят данный участок, туристам сообщают, что вот они в данный момент могут подняться на солнечную палубу И, скажем, по правому борту увидеть Такой-то замок, да А у них интересно, вот на всех участках или нет было норение, я знаю, что там прямо километровые там не столбы? Да, там знаки стоят По ним же тоже можно ориентироваться Самостоятельно даже Да, но для этого все-таки нужна какая-то сноровка, такой опыт Нужна карта и описание, наверное Да, но это тоже возможный вариант, наверное Да, конечно, это тоже туристы получают Просто, наверное, это не всем интересно, да, и не для всех это просто Антон, большое спасибо тебе Сейчас мы с вами уйдем на рекламную паузу А после нее мы обязательно поговорим о том, как российские речные туристы чувствуют себя на реках Европы И как они уживаются на одном борту с представителями других стран Рекламная пауза Дорогие друзья, снова здравствуйте В эфире по-прежнему программа «Прав круиз» и ее ведущие Александр Сахаров и Александр Соснин И у нас сегодня в гостях Антон Бабкин, генеральный директор испанской круизной компании «Круси Мондо» В первой части программы мы поговорили про реки, про теплоходы, про круизы Давай про туристов поговорим Вот наши российские туристы приезжают на борт Когда мы были в круизе, я видел, что у вас же не только россияне там на борту Там и испанцы были, и турецкие туристы Да, обязательно всегда на всех наших круизах состав смешанный Причем мы стараемся делать так, чтобы никакая национальность не была доминирующей Да, потому что... А как, количеством вымерить? Или как-то людишь в разном темпераменте? Да, безусловно, в том числе количеством, потому что, скажем, 10 человек, если французов приедут на теплоход, где 140 китайцев, наверное, будут себя не очень комфортно чувствовать А с россиянами как? С россиянами, конечно, могут ложиться с любыми Прежде всего нужно понять, что круиз — это все-таки организованный вид отдыха А они не находятся сами по себе на борту То есть обязательно есть человек, который ими занимается Это сопровождающий, который занимается только русской группой Обычно это... На языке, да, соответственно, это... Да, 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 это чаще всего даже русский человек, который либо живет в Европе, либо имеет большой опыт Турники ездят непосредственно, знакомые в том числе Да, 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 да Соответственно, они всегда чувствуют, туристы всегда чувствуют себя как бы под опекой этого человека Они всегда знают, что к нему можно обратиться по всем вопросам Совершенно необязательно знать вообще никакого иностранного языка, можно всегда подойти в... А экскурсии тоже на русском языке, да? Да, конечно, экскурсии обязательно идут на русском языке А вечерняя программа в баре, например, где-нибудь там же собираются все Калинка, Малинка, там, Катюша, там, не знаю Опять же, музыканты, которые на борту, аниматоры, они прекрасно знают языковой состав клиентов на данном круизе Соответственно, они стараются сделать программу такой, чтобы она была... чтобы она подходила всем национальностям Ну, то есть какую-то музыку русскую поставят обязательно И всегда на всех мероприятиях обязательно идет последовательный перевод на все языки, которые на данный момент присутствуют на борту То, что видел я, по крайней мере, россияне с испанцами, с англичанами, они совершенно замечательно были в этом круизе Замечательно, но они находят общий язык, то есть никаких конфликтов, да, либо какого-то... То есть случаев и не бывает, то есть... Нет, 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 люди приехали, отдыхаются, они все находятся в приподнятом настроении, да, то есть... Это наоборот, наверное, интересно посмотреть даже не просто страну, куда ты едешь, да, а познакомиться с другими национальностями, завести друзей по всему миру Да Часто люди приезжают, и у них появляются друзья там в Китае, в Турции, в Америке, они потом продолжают общаться? Я думаю, тут важно, что, да, люди настроены именно на отдых, то есть они не думают о каких-то там проблемах... О каких-то барьерах, скажем так Барьеров, да, то есть барьеров-то и нет, наверное, как-то Ты вспомни этот случай, когда на развлекательной программе российская группа, которая была там, может быть, чуть побольше, чем пара, я уже не помню, англичан или кого-то, она говорила, им надо отдать приз, им, понимаешь, то есть это тоже такой интернационал, он там существует... Ну, конечно, друг друга, честно говоря, не помню, но по-разному бывает Плюс тут все-таки не данные иностранных клиентов принимают, скажем так, россиян у себя дома, да, они все приехали в чужую страну, то есть как русские, так и, скажем, британцы, приехав на Рейн, они приехали в чужую страну, это, наоборот, сплачивает их Ну, получается, вот на Рейн, мы как раз поговорили о Рейне, второй маршрут интересный Дунай Это Дунай, да, безусловно Насколько, вот поговорим об этом маршруте вкратце Что там-то интересно, он знает Ну, круиз по Дунаю, это также круиз, за время которого за 7 дней вы можете посетить 4 страны Легко запомнить Да, недели 4 страны, все понятно Начинается он в небольшом городке Пассау, это Германия, на самой границе с Австрией Ну, туристы прилетают обычно в Мюнхен Ну, это недалеко же, в принципе Да, это буквально час-полтора езды Но обычно мы предлагаем туристам продлить свое путешествие и хотя бы на одну ночь остаться в Мюнхене, потому что было бы обидно проехать мимо Да, 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 и обычно, да, клиенты очень любят этот город, и, ну, немецкое пиво, да, вот, руль Вот эти все, мюнхенские, да, да, да Вот, далее теплоход движется вниз по Дунаю Мы проходим Австрию Обязательно остановка в Вене А, сразу вопрос, можно ли посетить Венскую оперу? Бывает ли вечерней стоянки теплохода? Зависит от маршрута, но обычно мы стараемся в Вене сделать стоянку овернайт, что называется, да То есть стоят ночью, да, чтобы, опять же, посетить какие-то концерты классической музыки, да, которых очень много в Вене Оперу, безусловно Ну, и просто вечером походить по городу, насладиться вот атмосферой А, далее... А скажи, пожалуйста, вот, походить по городу, стоянка где происходит, вот, в речном круизе по Европе? Ну, смотрите... Как вы ехать до теплохода, там, ночью возвращаться пешком или как? В основном, в большинстве, скажем, городов стоянка в самом центре Это очень удобно, мне кажется Это, наверное, ближе все-таки характерно больше для Рейна, где, я не знаю, при стоянке в Кёльне вы стоите вот прям напротив центрального Кёртского собора На Дунае все-таки чуть-чуть подальше от центра, но, опять же, это центр города, да, это, может быть, 10 минут на такси Ну, это максимум, мне кажется Ну, да, я думаю, реально, да, да, да Тем более вечером, после оперы, чего уж там, 3 минуты и ты на борту В любом случае, как бы, туристы, они не чувствуют себя привязанными к теплоходу Да, есть какое-то время отправления, но теплоход близко Ну, и вот мы из Вены идем дальше вниз Известны многим россиянам Венгрия, обязательно посещение Будапешта В Будапеште тоже мы стараемся сделать максимально длинную стоянку, чтобы наши клиенты могли не только посетить экскурсию, но, может быть, и посетить термальные источники знаменитые СПА венгерские То есть, время хватает на все Да, 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 да Время сейчас хватает Представляете, как замечательно Бассейн на борту уже, в общем-то, не так актуален Да, я так понимаю, что персонал на борту ориентирует людей заранее, куда можно пойти, если они не хотят на основную экскурсию Да, конечно Вот хотим в СПА, хотим в Оперу, туда-сюда, то есть В отличие от морских круизов, на речных круизах клиенты не обязаны покупать какую-то программу, да, то есть, они могут купить просто круиз И далее в каждом городе ходить и открывать для себя город самостоятельно На теплоходе есть служба рецепции, которая обязательно подскажет, где что посетить, как проще добраться Обязательно раздаются карты всех городов, которые посещают туристы Ну, собственно, как в любом отеле Это же очень интересно с точки зрения, в том числе, экономики какой-то и экономии, да, то есть, ты можешь, в принципе, взять путь водителя и, в общем, без экскурсии попытаться, в том числе, сэкономить какие-то деньги Ты же в экскурсии чего-то стоит Вообще, сколько стоит круиз такой? Ну, на самом деле, круиз, наверное, это один из самых дешевых видов отдыха, если мы говорим про экскурсионные виды отдыха А вот круиз по Арейну или Дунаю будет стоить порядка 700-800 евро за человека, за весь круиз Дальше уже, конечно, все зависит от клиента Неделя там, если сравнивать Там на 700-800 евро Да, то есть, если сформировать что-то и проживание, и питание, и езды, и не надо распаковываться, запаковываться, то это довольно-таки уникальное предложение Да, это самое главное, что, ну, как я уже говорил, отель, он путешествует вместе с тобой А, кстати, насчет отеля, вот люди предпочитают многие же в комфортных условиях достаточно размещаться Можно ли сравнивать судно с айтелем? То есть, каюты, они какие там? Скажем, суда категория 4 звезды, они практически не отличаются как по набору слуг, так и по размеру комнат кают С обычными отелями Для многих важен вопрос цены, то есть, допустим, судно будет поскромнее, 3 звезды, но насколько это комфортно? Это, безусловно, комфортно, вопрос только в размере каюты, да? Ну, то есть, там все есть Там обязательно есть отдельный санблок, да, душевая кабина, обязательно есть там какие-то фен, сейф, все принадлежности, которые... Просто в футбол не поиграешь, а так, в принципе, нормально В футбол можно и в мини-гольф поиграть, как обычно, да Возвращаемся к маршруту. После Будапешта и купания в термальных источниках, судно продолжает круиз И какой следующий пункт? Да, и следующая остановка это Братислава Замечательный, небольшой, но очень интересный европейский город Столица Словакии Да, столица Словакии Ну, я думаю, она практически всем россиянам хорошо известна Но многие до сих пор еще не привыкли, что Чехословакия — это две страны, Чехия и Словакия Поэтому надо разобраться, что это Чехия и Словакия Но в Чехии, это, я думаю, все... Маленькая страна — это интереснее, чем... Да, это маленькая страна и маленький город Ну, с потрясающей какой-то атмосферой Такой центральной Европы Ну, и далее теплоход возвращается В Пассау То есть это круговой круиз, который начинается и заканчивается в Пассау А стоянки те же самые? Нет, стоянки другие На обратном пути В основном это небольшие городки Это Мельк, Дюрштайн Виноградники Дегустация вин Вот это, мне кажется, очень важно А есть люди, которые очень хотели бы попасть по Дунаю до Черного моря дойти Насколько это реально сегодня? Такие круизы так же существуют К сожалению, на данный момент мы не делаем русских групп Ну, их вообще редко делают, я имею в такие круизы Да, да, да Это более длинный круиз Занимает порядка двух недель На данном круизе добавляются к тем странам, которые я перечислил, еще и Румыния Там Болгария Болгария, да, да, Болгария Украина, если, ну сейчас реже Украины нет, они строятся сейчас Но я так понимаю, что у вас сосредоточение достопримечательностей Оно все-таки, да, на верхней части Дуная Антон, спасибо тебе большое, спасибо, что пришел Дорогие друзья, наша передача подходит к концу В гостях у нас был Антон Бабкин А вели передачу Александр Соснин и Александр Сахаров Увидимся в круизе До свидания Редактор субтитров А.Семкин